Я рада приветствовать всех на своем канале. Канал мой называется Орхидеи душечки мои и зовут меня Марина Телиш. Привет, друзья мои! Привет, мои подписчики! Привет, гости моего канала! Привет всем неравнодушным, заглянувшим ко мне в гости! Орхидеи занимают большую часть моей жизни. Это не просто хобби, это часть моей жизни, это мой досуг, это те растения, с которыми я разговариваю, которых я очень сильно люблю. Растения, которые помогают зачастую в очень трудную минуту, когда больно на душе и рассказать некому, а подруги мои без комментариев выслушают, и никогда не продадут. Я приняла эстафету у Лены Шиловой, канал Орхидеи для друзей. Спасибо тебе, Леночка, за предоставленную честь. Мне очень понравилась ее идея объединить все орхидейные общества, что ли, блогеров, всех любителей Орхидеи, в одну целую, большую, крепкую и неравнодушную, ни к растениям, ни к друг другу, добрую, толерантную семью. Это очень прекрасная идея. Вопросы, вопросы, вопросы очень легкие, житейские, я бы сказала. И я с радостью отвечу на них. Их немного. И первый вопрос звучит так. В каких условиях ты выращиваешь свои орхидеи? Я, девочки, живу в Украине с, будем говорить так, неблагоприятными условиями для выращивания орхидеи и выращиваю их в квартирных условиях. У меня нет улицы, у меня нет частного дома. Растут они на подоконнике, на лоджии, на стеллажах, на стойках. В общем, везде, где есть свободное место, там у меня растут орхидейки. Конечно, многие виды орхидей в таких условиях с влажностью, которая редко поднимается выше 50, выращивать орхидеи очень-очень сложно. Поэтому, самый простой вид орхидей это фаленопсисы. Я их очень люблю. Люблю за то, что они всегда цветут, за то, что они всегда радуют. И, собственно говоря, это единственная орхидея, которая не требует тщательного ухода. Второй вопрос. Как долго ты выращиваешь орхидеи? Девочки, это вопрос очень, знаете, относительный. Первая орхидея в моем доме это орхидея фаленопсис, купленная в сетевом магазине, в супермаркете. Появилась, наверное, до 20 лет назад. Это была белая орхидея. И всегда всем новичкам, кто только хочет начать заниматься орхидеями, начните с белого фаленопсиса. Проще орхидеи и благодарнее орхидеи, чем белый фаленопсис, обычный белый гибридный фаленопсис нет. Так вот, и в моей коллекции первым фаленопсисом был чисто белый обычный магазинный гибрид. Потом у меня появились сиреневые, потом полосатики, потом пятнашки. Ну, в общем, разные-разные виды. И если бы мне лет так даже 5, 6, 8 назад кто-то сказал, что кроме фаленопсиса в моей коллекции будут другие виды орхидеи, особенно природные, я бы не поверила, я бы рассмеялась, честно. А сейчас, как ни грубо, наверное, некрасиво прозвучит, но меня поперло на орхидеи. Мне хочется природников, мне хочется попробовать каких-то замысловатых орхидей. Конечно, в моих условиях не все пойдут, не все, я это знаю, но надо пробовать. Пробуйте, ребята, и вы. Следующий вопрос. Сколько видов находится в коллекции? Трудно сосчитать? Ну, десятка два есть точно, разные. Сколько вообще орхидеи в коллекции? Знаете, однажды я задалась такой целью сосчитать их. Это очень сложно, потому что у меня есть от напёртка до крупного ведра. У меня есть блоки, у меня есть сеянцы, у меня есть подростки, у меня есть взрослые орхидеи. Я начала считать и так прикинула, ну, 350 я сбилась со счёту и поняла, что ну, очень много, честное слово, это были ещё не все, но я поняла, что очень много и как всегда, как всегда у меня появилась мысль, коллекцию надо сокращать. Очень надо сокращать. Ну, для себя любимой многие его знают, у меня есть оправдание, а я в поисках, в поисках идеальной орхидеи для своих условий, для своего взгляда, чтобы и цветочек нравился, чтобы и комфортно ему было, чтобы и ухода он особого не требовал. Поэтому поиск продолжается и количество орхидей тоже периодически меняется. Для того, чтобы купить новую орхидейку, мне нужно куда-то деть какую-то из старых. И вот так они тасуются. Конечно, погибают орхидеи и у меня. Я не эталон для подражания, я не бог. И, знаете, зачастую бывает по собственной глупости орхидея погибает, а бывает, что и такое, что сейчас очень много на рынке недобросовестных продавцов, которые продают нам больные растения. Есть растения, которые погибают сразу после покупки, а есть у которых скрытая болезнь выходит наружу и через полгода, и через год. Так что всякое в жизни бывает. Следующий вопрос, что ты не любишь в своем хобби, а вот это я и не люблю. Я не люблю в своем хобби то, что я превращаюсь в раба своих орхидей. Их очень-очень много, и они, можно сказать, на сегодняшний день полностью занимают свободное время. Они, как бы вам правильно сказать, это такие растения, которые я не могу никому оставить, поэтому свои поездки в свой отдых. Я постоянно привязываю к своим орхидеям, я постоянно рассчитываю так, чтобы пока я буду отсутствовать, чтобы никто из них не погиб. Ну, и вот это, знаете, это немножко напрягает. Даже не то, что немножко, это очень сильно напрягает. Ну, такова жизнь. где я обычно покупаю свои орхидеи. Изначально на первом этапе я покупала их в обычных сетевых магазинах. Сейчас я в магазины цветочные даже не захожу. Обычные гибриды на сегодняшний день, которые продают в сетевых магазинах, в цветочных магазинах, мне не сильно интересуют. Мне больше интересуют какие-то замысловатые, природные виды орхидеи. Поэтому я чаще всего покупаю их на фейсбуке, в группах, коллективных заказах или у людей в частных коллекциях. Кто продает свои излишки или вот так вот, как я, какая-то орхидейка надоела или есть дубли и они решают их продать. Следующий вопрос звучит так. Какой совет данный тебе по выращиванию орхидей ты считаешь худшим? И ребята, никогда никого не осуждаю с тех, кто дает какие-то советы. На первоначальных этапах я получала много глупых советов, на мой взгляд, в том плане, что всегда призываю всех, прежде чем спросить у человека, как он, вернее всего, после того, как вы увидели, что человек достаточно хорошо выращивает какой-либо вид орхидеи, он у них здоровый, пышно цветет. Всегда поинтересуйтесь, в какой местности живет этот человек, какой уход, какие условия, какое освещение. Это играет огромнейшую роль. Поэтому, если вы видите у кого-то орхидеи, всегда, всегда интересуетесь и прикладывайте данный совет к себе. Поэтому, сказать, что кто-то не от чистого сердца или дал заведомо плохой совет, я сказать такого не могу. Каждый человек рассказывает о своем уходе, о своей орхидейке и в своем, в своем случае, в своей ситуации, он, конечно же, прав. назовите пять любимых орхидей. А у меня их нет. У меня нет любимых орхидей. Я люблю все орхидеи. Мне сегодня нравится такая, завтра нравится другая. В частности, вот я вам постоянно показываю эту орхидейку. Это природный фаленопсис амобилис. Это не гибрид из магазина, это природник. Прекрасное растение, не каждый его оценит. Ну а я просто балдею. Балдею от этого растения. Это подросток и первое его домашнее цветение. Мне нравятся котлеи, очень нравятся котлеи. Я умиляюсь пафиопедиломами. Мне нравятся маздевалии. Я люблю макселярии. Люблю анцидиумы. Как ни странно, многие скажут, что тебе в них нравится. А я психов люблю. Представляете? Ну вот нравятся они мне и все. Люблю дендробиумы. Очень люблю. Их столько видов и столько разных цветов. Ну как их можно не любить? Любая орхидея, просто любая орхидея по-своему красива. Ну от фаленопсисов отказаться конечно же вообще невозможно. потому что мне кажется это единственный вид, который очень благодарно растет на домашних подоконниках, не глядя на то, что сухо, влажность воздуха выше 50 поднимается редко, а в основном 40. 40 и как-то их нужно приспосабливать. есть фаленопсисы типа вот сказки так он цветет круглый год, он постоянно и постоянно выпускает новые цветоносы. Есть которые цветут раз в год, есть которые цветут годами, ну как их не любить? Я не знаю, я всех люблю, честно. Расскажи какую-то историю. Ну историю могу вам рассказать. Я думаю, что многие из вас узнают в этой истории себя, потому что когда я решила пересадить свою первую орхидею, она выросла из горшка, ее корни, воздушные корни полезли по подоконнику, они постоянно обламывались, подсыхали, ну в общем я решила ее пересадить. Так вот, посадка моя, пересадка моя закончилась тем, что после того, как я вымола корни, она просто не вместилась, не вместилась в горшок, и что я сделала? Я взяла и подрезала корни. Смешно, но это было так. Вторая история, когда я купила первую свою камбрию, купила в уценке, в эпицентре, продавщица мне на ушко прошептала, вот купите, вот смотрите, это орхидея, вы себе не представляете, она такая дорогая была в цветочем виде, она отцвела, я говорю, а что это за орхидея, она говорит, да я не знаю, но это орхидея, я купила, принесла домой, посмотрела на эти безлистные бульбы, взяла, отрезала их, оставила только те, которые с листочками, а те выбросила. Вот совет начинающим, какой мой совет, никогда ничего не бойтесь, берите в руки любую орхидею и пытайтесь, пытайтесь, только на своем собственном опыте, на своих ошибках, а не на советах других, вы сможете вырасти здоровую орхидею, читайте информацию, ищите, наблюдайте, главное не навредить, не навредить, вот как я, например, так любила, так любила, вот этот вот дендробиум, кутперсаняй, что перелила его, он зацвел, представляете, зацвел, одним единственным бутончиком, сбросил все листья, и оставшиеся листья тоже пропадают, потому что я его слишком заливала, очень слишком заливала, и вот вам результат, но ничего, пропадет, купим новый, мы ничего не боимся, и нам ничего не страшно, купим, вырастим, и будет у нас кутперсаняй расти на нашем подоконнике, вот так, друзья мои, а свою эстафету я хочу передать двум прекрасным человекам, Ирине Гарден в Греции, человек, которого я очень уважаю, очень, это человек, который знает свое дело, который знает, о чем говорит, и который никогда не даст глупых советов, он лучше промолчит, или поможет тем советам, сказав, какой уход должен быть по природе того или иного растения, а вы уже сделаете выводы свои сами, и второй, Ирине, своему хорошему другу, Ирине в Тбилиси, Ирине Георжия, привет вам девочки, принимайте эстафету, я буду очень рада услышать и увидеть вас, и думаю, все мои друзья точно так же, до новых встреч, друзья, люблю вас всех, желаю вам красивых светов, добра в душе, толерантности по отношению друг к другу, ну и, конечно же, терпение, орхидеи любят терпеливых, спокойных людей, пока, друзья, до новых встреч, с вами, как всегда, была Марина и ее канал Орхидеи душечки мои, пока, пока,